Признаки грядущего суда Книга пророка Исаии, 8 глава, с 1 по 8 стих И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток И начертай на нем человеческим письмом Магер Шелал Хаш Баз И я взял себе верных свидетелей Урию священника и Захарию, сына Варахина И приступил я к пророчице И она зачала и родила сына И сказал мне Господь На реке ему имя Магер Шелал Хаш Баз Ибо прежде, нежели дитя будет уметь Выговорить, отец мой, мать моя Богатство Дамаска и добычи самарийские Понесут перед царем Ассирийским И продолжал Господь говорить ко мне И сказал еще За то, что этот народ Пренебрегает водами Силаама Текущими тихо И восхищается Рецином и сыном Ремалииным Наведет на него Господь Воды, реки бурные и большие Царя Ассирийского со всею славою его И поднимется она во всех протоках своих И выступит из всех берегов своих И пойдет по Иудее Наводнит ее И высоко поднимется Дойдет до шеи И распростертие крыльев ее Будет во всю широту земли твоей Эммануил Размышления, часть первая Суд Книга пророка Исаии Восьмая глава С первого по четвертый стих Этот отрывок Продолжает пророчество Против Израиля и Сирии Господь верит Исаии Написать на большом свитке Магер шилал хашбас Пророк должен написать это Человеческим письмом То есть так, чтобы любой мог Прочитать написанное Затем Исаия входит К своей жене И она зачинает и рождает сына Некоторые богословы считают Рождение этого ребенка Началом исполнения пророчества Из 7.14 Которая полностью исполнилась Когда Дева Родила Иисуса Христа То, что Исаия пишет на свитке Становится Пророческим именем Его Сына Означающим Спешит грабеж Ускоряет добыча Это имя Указывает на Грядущее разрушение Самарии и Сирии Суд, грядущий на Самарию и Сирию Символизирует Окончательный суд Над всем человечеством Как вы Живете в свете Этого грядущего суда? Размышления Часть 2 Наводнение Книга пророка Исаии 8 глава С 5 по 8 стих Если вы когда-нибудь Видели наводнение То представляете Его разрушительную силу Оно смывает дома Почву Уносит людей Остановить его Невозможно То же самое Произойдет Когда Ассирия Выступит Против Иудеи Бог был Для Иуды Как тихие воды Силаама Он восполнял Их нужды И направлял Их путь Но Иудеи Пренебрегли Господом Вместо того Чтобы Уповать на него Они Восхищаются Силою Других народов За это Бог Поднимет на них Бурные воды Царя Оссинийского И они Затопут Самарию Сирию И наконец Иудею Как Бог Являл Свою живительную силу В вашей жизни Молитва Дорогой Господь Благодарю За твою любовь Благодарю Что ты Заботишься Обо мне И ведешь Меня Пусть Мое сердце Плачет о душах Которые Еще не знают Тебя Пожалуйста Помоги мне Возвращайте мне Евангелие Ибо Однажды Каждый Предстанет На твой суд Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Продолжение следует...